Ежегодно через вахту памяти проходит полторы тысячи старшеклассников школ, гимназий и лицеев города. В этом учебном году в Несине вахты традиционно принимали участие 45 мемориальных отрядов учреждения образования Бреста. Последними закрыли акцию школьники средней школы номер 13. В свои 14 ребята уже умеют правильно маршировать, знают на зубок историю Брестской крепости и ее героев, в любую погоду готовы стоять у вечного огня. Все это дань памяти легендарным личностям. Советским людям, которые за нашу мирную жизнь заплатили слишком высокую цену. Сам процесс самореализации здесь наступает быстро для детей. Поэтому они здесь соприкасаются не только с военной формой, с азами какой-то воинской дисциплины, организации, караульной службы, но и также к подвигу тех защитников, которые здесь сражались в годы Великой Отечественной войны. Вообще несение вахты памяти это как стержень, кроме этого проводится целый комплекс воспитательных мероприятий. В далеком 72-м старшеклассники Брещены впервые заступили на пост памяти. С тех пор учащиеся учреждения образования города сохраняют и приумножают военно-патриотические традиции, считая это своим долгом. В вахту памяти продолжают внуки и правнуки тех, кто в ряду первых заступил на пост номер один. Каждый из нашей семьи, кто может и хочет нести вахту памяти, он ее несет. В моей семье несла вахту памяти моя крестная, мамина родная сестра, она тоже была комиссаром. И вот я решила тоже попробовать себя в этой должности. Ну в общем мне все понравилось, все хорошо получается. Мы должны помнить тех людей, которые стояли наспорь за нашу родину. Для меня вахта памяти это прежде всего мой долг, можно так даже сказать. Моя семья стояла на посту, и я должен продолжать эту традицию и тоже стою на посту. Сначала я был обычным часовым, и потом уже до рода начальника. В торжественной обстановке ученикам средней школы номер 13 города Бреста, которые успешно справились с поставленными задачами, вручили почетные грамоты за образцовое несение вахты памяти, личное старание и примерную дисциплину.